На этом уроке мы, иншалла, проведём грамматический разбор Суры «Аль-Баййна», ясные знамения. «Лам якуни льдзин кафару мин ахли л китаби валь мушрикин мунфаккин хатта таатия хуму л баййна». Неверующие из людей писания и многобожников не расстались не верим, пока к ним не явилось ясное знамение. «Лам якуни льдзин кафару мин ахли льдзин кафару мин ахли льдзин Частица отрицания, частица усечения, то есть частица, которая ставит глагол в настоящее будущее времени в состояние джазм в усечённое состояние, в усечённое наклонение. Частица, которая меняет обозначаемое глаголом Аль-Мудара время с настоящее будущее на прошедшее. Так якуни, например, изначально переводить как есть или будет. «Лам якуни уже не был, не было, не являлось». Значит, «Лам» — это харфун мабниу аля сукуни, частица с неизменяемым окончанием, с сукуном на конце. «Лам халля льхумин аль-Ираби» не имеет места в падеже, так как не нуждается в нём. «Якуни это фиалун мудара» — глагол настоящее будущее во времени. «Наакусин недостаточный глагол» «Аджвафу» — пустой глагол. «Ярфа аулисм уян субул хабра» — ставит своё имя свой истм в состояние раф в именительном падеже, а хабр в состояние в именительном падеже. «Мачзуман билам» — поставлены частицы «лам» в состояние джазму усечённое состояние. «Мачзуман билам» — признак существенного состояния в этом глаголе. «Сукуна ахири» — сукун на конце этого глагола. «У хуррикатин нуна бил касри тахалусан минальтикай саакинайн» — если кто-то скажет «Но мы здесь на конце видим касру, а не сукун», то мы на это скажем, что буква «Нун» на конце огласован каср во избежание встречи двух сукунов — сукуна «Нун» и первая из двух букв «Лам». «Ладзин» — относительное местоимение. «Мабнин аль-фатхи» — с неизменяемым кончанием с фатха на конце. «Ви махалли рафин намеси паджа рафа имениттину паджа» «Исму якун имя» — «Исм» — то есть имя глагола «якун». «Кафар» — это фиолинмарный глагол, прощающий во времени. «Мабнин аль-домми» — с неизменяемым кончанием с дома на конце. «Почему?» — «Литтисалих бивавил джамаатин» — так как он присоединён на конце к местомене множественного числа мужского рода «Вау». «Вау» — это «домир нутта слитное местомение» — «мабнин аль-сакуни» — с неизменяемым кончанием с сакуном на конце. «Ви махалли рафин намеси паджа рафа имениттину паджа» «Фаэль» — «Фаэль» — действующее лицо глагола. «Вал алиф и алиф на конце» — это «алифун фаэрикутан» — «алифут тафриктус» — «алиф различия». «Вал фиолинмар фаэль» — глагол «Кафара» — со своим фаэлем действующим лицом. «Всё это жумлятун фиолитун» — глагольное предложение. «Сылят алмаусуля» — «предаток» — «предаточное предложение относительного местомения аль-дейна». «Ла махалли лаха минал-и'раби не имеет места в падже». «Мин аль-китаби» — «Мин» — это харфу «джарин» — предлог родительного паджа. «Мабниву аля сокуни с неизменяемым кончайным сокуном на конце». «Ахали» — «это исман мач HR Robin bi-мин» — ими поставленная харфа «мин в состоянии жар gan родительного паджа». «У Аламату царь» — признак паджа в этом имени «алькасрату злахирату» — «алькасрату злахирату оля охрихи». «Явная касрена его конца» — «валь джар вал мачрора» — харфу «jarr мин»uhan представления жар gan 1200 и поставленная им в состоянии жар turned на родительный падеж имя ахали состоит в смысловой связке с удаленным фактором являющимся на самом деле то есть обстоятельством образа действия То есть ка инин мин ахлиль китаби или халы ковни мин ахлиль китаби Слово ахли является мудафом Имя ахли является мудафом первым членом изофятной связки Аль-китаби это мудафан или их является вторым членом изофятной связки изофятного сочетания Маджруран бил мудафи Поставлен в состояние джар Родительный падеж мудафа То есть словом ахли В аламату джар и признак падежа джар в этом имени Аль-касрату зафирату фи ахирихи Явная касра на его конце Валь-мушрекина Аль-вау это харфуат в союз Мабнива аляль-фатхи с неизменяемым кончайным сфатха на конце Аль-мушрекина мактуфан аля ахли Сойединена с союзом вау с именем ахли Валь-мактуфа аляль-маджрури маджруру мислу Сойединенные с поставленным состоянием джар именем Имя также будет состояние джар Валамату джар и признак падежа джар в этом имени Аль-яу неябатан аль-касрит То есть харф яу в качестве замены касри Валь-мушрекина которое имелось в имени единственного числа мушрекина Почему? Потому что Так как это имя Мушрекина это у нас Целое множественное число мужского рода Ван-нуна ануна на конце этого имени Это Это является заменой возмещением тануины Имевшемуся на конце имени единственного числа мушрекина Значит я это у нас Замена касри Ануна замена тануину Дальше Мунфаккина Мунфаккина это хабара якун Хабар глагола якун Мансубан бихи поставлен этим глаголом Состояние нас в винительной падежи Валамату нас бий признак нас падеж Аль-яу Харф я Неябатан аль-я Неябатан аль-фатхати Я в качестве замены фатхана Которая имелось в форме единственного числа Филисмин муфриды То есть Мунфаккан Почему я? Потому что Ли ан-нхуджам Умудэк карин салим Так как это целое То есть Неразбитое множественное число Мужского рода Вальфиалу якун Глагол якун Ма асмихи Вахабри Со своим исмом Именом И хабаром Все это Джумлятун фиалитун Глагольное предложение Ибтида иютун Начальное предложение Ла махалля лха минал-иараби Нимит Места уфаджи Аллаху а'лам